Арктические проекты сегодня и завтра. 11-й международный форум вновь на площадке Северного Арктического Федерального Университета. Организаторами масштабного мероприятия совместно с САФУ им. Ломоносова выступают правительство Архангельской области и Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие». По мнению наших участников, это крупнейшее и самое авторитетное мероприятие, которое проходит у нас здесь в Архангельской области, темой которого Арктика, освоение Арктики, промышленное освоение Арктики. Здесь обсуждаются аспекты и развития инфраструктуры, транспортно-логистического обеспечения и, конечно, горнодобывающего комплекса. Более 250 участников, представителей предприятий и организаций со всей России, среди которых делегаты от крупнейших нефтегазовых и транспортных операторов, представители органов власти, отраслевые эксперты, сотрудники научно-образовательных организаций собрались на единой дискуссионной площадке форума для обсуждения ключевых вопросов развития Арктического региона. В Архангельской области сформирована довольно комфортная среда для коммуникации, для поддержки правительства региона, условия, специальный преференционный режим Арктической зоны, плюс промышленный потенциал наших северодвинских компаний. И вот это в целом дает очень сильный такой кумулятивный эффект. Участники форума в очном и онлайн формате обсудили вопросы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, инфраструктуры в северных регионах, взаимодействия промышленных и транспортных компаний с образовательными организациями, развитие человеческого капитала АЗРФ. Собственно, это одна из ключевых площадок по обсуждению крупнейших арктических проектов по добыче и по судоходству, и по судостроению. В принципе, и очень важно, что в этом году она проводится вместе с конференцией Арктика национальный мегапроект «Кадровое обеспечение научного сопровождения», на которой обсуждаются вопросы именно связанные с родителем человеческого капитала. Почему это важно? Потому что вопросы кадрового дефицита, они с каждым годом становятся все острее и острее, все больше спрос на специалистов технического профиля, причем в разных отраслях. И эта проблема, если не заняться ее решением сейчас, создаст очень серьезные проблемы с тем, что просто будет фактически некому работать, будет не хватать серьезных специалистов для реализации крупных проектов в Арктике. Арктика, я напомню, она обеспечивает около 10% внутреннего валового продукта России и более 20% экспорта. В своем выступлении на пленарном заседании форума ректор Северного Арктического Федерального Университета Елена Кудряшова также затронула вопрос подготовки кадров для работы в непростых условиях Арктики. Да, мы говорим вообще о том, что кадры для Арктики готовит вся страна, но это мы немножечко лукавим. Да, есть направление подготовки, да, есть научные исследования с большим интересом и желанием приезжают в Арктику на какое-то время, но чтобы обеспечивать кадровую потребность субъектов Российской Федерации или тех промышленных производств и компаний, которые здесь уже трудятся или планируют прийти в Арктику на постоянное вспомнить, конечно, мы такой картинки не видим. Главным образом обеспечение кадровое идет за счет вузов и учреждений СПО, которые расположены на территории АЗРФ. Подписание соглашения между Северным Арктическим Федеральным Университетом и многолетним партнером вуза компанией «Лукоил Пермь» на площадке форума – еще один важный шаг в вопросах подготовки кадров специалистов нефтегазовой промышленности для работы в Арктическом регионе, Республике Коми и Нинецком автономном округе. 11-й международный форум «Арктические проекты сегодня и завтра» уверенно дал старт реализации новых перспективных планов и проектов, связанных со стабильным развитием Арктики. Форумы всячески поддерживаем. На форуме еще, кроме всего прочего, проходят такие качественные дискуссии, которые являются в том числе основой для формирования наших предложений по дальнейшей поддержке резидентов арктической зоны и научно-технологического развития, про которого все больше и больше мы начинаем говорить на этой площадке и на других. Поэтому форум поддерживается, форуму дальше быть. Елена Вишнякова, Сергей Земских, Данил Ниткачев, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.